Я приветствую всех трейдеров. С вами, как обычно, Аркадий Романович. Хочу поделиться с вами своим лучшим, ну, одним из лучших, неправильно говорить, одним из лучших сигналов. Этот сигнал называется PPBuy, либо PPSL, сигнал для торговли на коррекциях рынка. Один из самых стабильных за последние пять лет, которые мы тестировали. Если вы не смотрели статистику этого робота, я рекомендую посмотреть. Ссылка на видео в правом верхнем углу и также на сайте TheTrader.ru. Проходите по ссылке под этим видео и смотрите тренинги. с цифрами не только по этому сигналу, но и по ряду других, которые мы используем и торгуем. Порядка пяти сигналов основных. И вот у меня появился PPSL. Я продал, у меня несколько объемов и 30 пунктов take. Итого, если мы дойдем сюда, 60 пунктов. Обычно этот сигнал отрабатывается в 65 плюс-минус процентах случаев. Это в среднем, иногда это может быть выше, иногда ниже. И хорошо себя показывает по золоту. Некоторые наши трейдеры нашли на валютном рынке, закономерности определенные. Я использую по золоту и по NASDAQ. Два инструмента. И вот сегодня первый PPS сигнал. Мы видим, ни одного не было до сессии. Был PPSL. Рынок обвалился на 90 пунктов. Но посмотрим, придем ли мы сейчас к нашей зоне take-profit. И мы видим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Обычно до 10 минут мы имеем первый take. До 10 минут. Можно использовать систему расширенных take-profit. В том смысле, что здесь мы забираем часть, а остаток мы берем на следующем уровне. Тогда у нас вероятность достижения вот этих расширенных take-профитов будет ниже. Но при этом, когда мы будем их достигать, профит суммарный будет больше. Так что можно потестить, посмотреть, какой take лучше. Потому что торговля двумя стандартно позициями. Здесь мы видим плюс 60 пунктов. Очень-очень быстро, за меньше, чем 10 минут. Возвращаемся к нашим тестам. Золото. Старт. Нажимаем старт. С мая 20-го по текущее время, даже, да, это 2 июля 21-го. Посмотрим. Зайдем в график и посмотрим. Одна из причин, да, почему многие наши трейдеры фокусируются именно на этом сигнале. Это вот такой перформанс. Вот они. Видите, просадка, рост, просадка, рост, просадка, рост. Вот что нас волнует. То есть мы хотим на большом отрезке. Еще раз. И у меня часто трейдер говорит Аркадий, а что тебе? Как 24% моделирования. Мы специально сделали тесты, практически с теми же настройками, только для... С качеством моделирования почти 100 и отрезок не в год, 2-3, а 4, там, 4,5 года. И разницы на самом деле никакой нет в плане результата, хотя качество моделирования здесь одно, там другое. То есть настройки те же самые почти. Да, и вот мы видим вот эти вот коррекции, коррекции, коррекции. И сейчас мы имеем абсолютно новый хай. Итого за... Давайте в результаты зайдем. Вот здесь мы видим, да, первая сделка, первые сделки 20.05, то есть 5 мая, да. И последний это вот свежак. Как раз свежая сделка, которая была. Вчера мы видим, да, тоже профитные трейды были и сегодня. Так, теперь зайдем в отчет. Мы видим 25500 долларов. Любой депозит может быть, это может быть, ну, понятно, что не 100 долларов, да, хотя бы 2-3 тысячи нужно иметь, чтобы хоть что-то почувствовать. Потому что если вы хотите почувствовать много, вам надо рисковать очень много. Здесь мы берем 1% на сделку, итого максимум сделки 2%. Поэтому хотя бы 2-3 тысячи вам нужно иметь. Мы видим математическое ожидание 63.35, да. Обычно оно в пределах, я бы сказал, 58.65. Вот так, да. Зависит от периода, но в среднем 60, как я говорил. Процент прибыльных. Максимальная и относительная просадки 12%. Прям такой стабильный нормальный показатель. Ну, и мы видим за год, за год округлим, там, за год и месяц, 200, да, 250, 250% прибыли. Суммарное количество сделок. Профит-фактор, прибыльность 1.8. Конечно, с большим отрезком это немножко усреднится, но тем не менее, даже тестируя за большой промежуток, мы наблюдаем такие устойчивые цифры. И что у нас еще здесь? Здесь зайдем в свойства, и мы можем поиграть со временем, например, чуть дольше торговать, до 6. Попробовать пошире сделать трейлинг стоп, например. Или поиграть со стопами, тейками, может не 24, а там 25. Это повлияет, да, на результат. Стоп тейк профит второй позиции. Попробовать поставить больше, меньше, тоже посмотреть. То есть это все важно, это все влияет, но вот эти настройки, которые здесь у меня, увидите, они такие, я бы сказал, более универсальные, за исключением вот этого параметра, максимальная дистанция, которая настраивается индивидуально для инструмента. Например, по золоту это может быть 130, по NASDAQ 50 цифр, это пункты по валютным инструментам, это 20-15 где-то. Видите, золото еще провалилось, то есть я взял вот здесь, да, все тейк профиты, а оно еще провалилось, еще практически настолько же. И обращаю ваше внимание, что все рабочие вот эти сигналы, цель которых ловить точку кульминации коррекции в направлении движения. Все сигналы обычно, которые профитные, да. Цена редко идет против сигнальной свечи, вот она сигнальная, цел, потоптались и отвалились. Если я держу там до, скажем, до первой вот этой бычи свечи, ну чуть больше, да, 45 пунктов профита. Есть два способа торговли с помощью этого сигнала. Это ручной, когда индикатор всю информацию, которую мы задаем, настройка считывает и уже дает нам готовую точку входа, говорит, sell, да, в данном случае здесь. А второй вариант полностью автоматически, когда робот считывает информацию, да, и открывает саму сделку без нашего участия и дальше сопровождает сделку. И еще одно преимущество, о котором я много говорю, это визуальный, да, визуальная информация. То есть у вас есть визуальный конкретный стимул к действию, не где-то там это витает информация. Ну, кажется, вот этот паттерн я где-то видел, он где-то работает, я где-то его слышал, или кажется, здесь должно сработать. А конкретно четкая, да, картинка входа, где входить, где открывать позицию. Субтитры создавал DimaTorzok